Проект изменений в Конституцию на референдум выноситься не будет. Его рассмотрят депутаты парламента. Таково решение главы государства. Нурсултан Азербайев принял участие в заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Примечательно, что предложения казахстанцев казались не только конституционной реформы, но и смертной казни, статуса английского языка и ограничений возможностей для депутатов баллотироваться несколько раз. Тему продолжит Ботагос Саркулова. Более 6 тысяч предложений казахстанцев поступило в рабочую группу. Те, что касаются перераспределения полномочий между ветвями власти, легли в основу проекта закона. 35 полномочий президента могут быть переданы парламенту и правительству. Важнейший вопрос – это способ принятия поправок. Я уже говорил, что Конституция определяет два варианта – внесение на референдум или принятие Конституции. поскольку эти изменения не затрагивают основы государственности, формы правления, остаются незабываемыми фундаментальной права и свободы человека-гражданина, когда надо учесть мнение всех. В этой ситуации резонно провести изменения через парламент. Тем более Конституция нам такое право предоставляет. Депутаты избраны народом и выступают от имени народа. Они могут это осложненный, конечно, порядок принятия, но через парламент. Поэтому объявляю я всем, всему народу нашему о том, что принимаю решение направить проект закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию и Республике на рассмотрение парламента Казахстана. Это позволит без лишнего общественного напряжения, шума, гамма принять и меньшие расходы государству. Еще одно решение президента – оставить 26-ю статью Конституции о праве на собственность без изменений. Напомню, предлагалось заменить слова граждане Казахстана на слово «каждый». Насколько некоторые люди могут извратить, как говорится, то, что написано для хорошей цели, преподнести его вообще своей противоположностью. Вот это для меня было парадоксальное открытие. И в той 26-й статье, в которой очень многие положительные вещи. Не это определенные силы начинают разворачивать совсем в другую сторону. Конечно, ваше политическое решение будет оставлять или нет 26-ю статью, но если не оставить, то, во-первых, надо задуматься о том, чтобы вопросы собственности, может быть, обсудить капитально в следующий раз. Опрос показывает, что 70% опрошных поддерживает. Ну, около 30% имеет свое мнение, опираясь на этот вопрос, можно было бы это решить. Тем более, недопонимание, мне тоже это как-то непонятно, потому что надо нам посмотреть, какую мы государство строим. Мы строим капиталистическую экономику. Пора говорить, называть вещи своими именами, то есть рыночную экономику. Эта экономика основана на частной собственности, на средства производства. Куда относятся и земля, и дома, и заводы, и фабрики, и так далее, да? Если этого не будет, то инвестор будет считать, что ему опасно приходить в это государство с деньгами. В Конституции должен быть консенсус, без сучка задоринка. Основная масса должна поддержать эта Конституция. В связи с этим я предлагаю оставить 26-ю статью в старом виде, как оно было. Что касается предложений, не относящихся к референдуму, их, по словам руководителя администрации президента, было предостаточно. Подвигались пожелания перейти к однопалатному парламенту, придать английскому языку статус официального и отменить мораторий на смертную казнь. Правда, по этому пункту мнения расходились кардинально. От полного запрета до расширения случаев ее применения. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу, ограничить возможность баллотироваться более одного роза, повысить возрастной цен для мажорисменов и для сенаторов. Предложения по статусу и деятельности правительства в основном касались усиления его подотчетности перед парламентом. Речь идет об обязательном согласовании с мажорисом всего состава правительства. Также предлагалось, чтобы правительство отчитывалось не только перед мажорисом, а перед парламентом в целом. Разброс мнений, которые высказали граждане, говорит о наших недочетах, недостатках в работе, в системе власти и говорит, чем мы должны дальше заниматься. И особенно по правоохранительным органам. Мы тоже говорили разные вопросы по смертной казни, по другим вопросам. Поэтому, конечно, рабочая группа должна все это отсеивать и выявить наиболее значимые и наиболее высказываемые гражданами вещи брать. И все, конечно, нельзя на этом этапе. Ничего лично не замораживается. Процесс идет, жизнь идет, все развивается. По ходу потребности времени, наверное, будут вноситься какие-то изменения. Уже после заседания в кулуарах Аккорды члены рабочей группы рассказывали, что в разработанном законопроекте предусматривается 23 поправки в Конституцию и в 35 законов. Проект документа со всеми внесенными изменениями теперь обсудят в парламенте. Патагос Саркулова, Умербек Изимов, Хабар-24, Астана.